Программа ремонта местных дорог стали основным вопросом на заседании регионального правительства, которое прошло во вторник. Эта тема для Тверской области особенно актуальна, ведь Верхневолжье находится на втором месте в Центральном федеральном округе по протяженности автотрасс районного и муниципального значения. На данный момент протяженность отремонтированных муниципальных дорог увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с 2016 годом. В частности, в нынешнем в Тверской области восстановлено около 189 километров. Доля средств регионального дорожного фонда, направляемых на места, составила свыше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Это в два с половиной раза больше, чем три года назад. В ближайшие несколько лет в нормативное состояние приведут еще около 450 километров, а также более 170 дворов. При этом важно соблюдать сроки, подчеркнул губернатор. Это 1 сентября в местах расположения дошкольных и общественных образовательных учреждений, где будет начинаться учебный год. И 1 октября это весь общий объем дорожных работ, включая установку знаков и разметок. Стоит отметить, что на местных шоссе предусмотрено использование асфальтобетонного покрытия не ниже марки Б2. Высокое качество полотна является важнейшим залогом безопасности. На ее обеспечение в будущем году предусмотрено выделение 84 миллионов 300 тысяч рублей. Деньги пойдут в том числе на обустройство пешеходных переходов, освещение, нанесение разметки, установку ограждения. Печальная статистика ГИБДД говорит о том, что экономить здесь нельзя. В центрах муниципальных образований, за исключением города Тверич, в текущем году погибло 23 человека. Более 300 произошло дорожных происшествий. 46% от всех таких ТТП это наезды на пешеходов. То есть это там, где есть необходимость в обустройстве дополнительных инженерных мероприятий, проведения дополнительных инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Еще одним важным вопросом, который рассмотрело региональное правительство, стало введение социальной карты жителей Тверской области. В частности, утвержден порядок выпуска, выдачи, обслуживания и перевыпуска, а также предоставление по ней льготного проезда гражданам. Старт этого проекта намечен на начало 2020 года. Прежде всего, это будут функции по оплате проезда, льготного проезда нашими гражданами. Вторая функция – это возможность накопления всех мер и форм поддержки для социально защищенных стран и населения, для наших многодетных семей. Также планируется заключение соглашения с торговыми сетями по представлению скидок. Уверены, что в социальной карте жителей Тверской области мы объединим лучшие практики других субъектов, где она уже действует, отметил губернатор Игорь Руденя.